Всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня будет видео апдейт моего ухода. Это будут несколько продуктов ухода за лицом и кое-что для волос. Полгода назад я уже делала такое видео, там у меня 4 части получилось. Я делала отдельное видео о масках и пилингах, отдельное видео о увлажняющих каких-то кремах и тониках и так далее. Также отдельное видео о волосах и оставлю все ссылки внизу. А сегодня я покажу то, что у меня появилось новенького в моем уходе, то, что я опять протестировала. И также будет следующее видео о гидрофильных и очищающих маслах. Если вам интересно, то также оставлю ссылку внизу. Итак, первое, что у меня сейчас в использовании, это гель улажняющий для умывания. Да, гель умывания, который не сушит кожу, а даже увлажняет ее. Это марка Artemis, сделана в Швейцарии, поэтому цена, соответственно, немножко высокая, как мне кажется. Гель замечательный. Вообще у меня есть еще крем увлажняющий, который заканчивается. Это линейка Skin Aquatics, увлажняющая линейка. И я без ума от этого геля и для умывания. Он приятно пахнет такой какой-то свежестью морской. Он замечательно очищает, оставляет такое интересное, приятное ощущение на коже. Не сушит кожу. Конечно, он слегка стягивает, потому что это очищающее средство для умывания. Замечательный продукт, очень мне нравится, все в нем устраивает, кроме как цены. Еще что интересного у меня появилось. Это такой вот гаджет, который я храню в такой упаковке, какой он пришел. И это такой массажер. Называется, по-моему, он ролик. Это такой массажер для лица. И по определенным линиям нужно его вот так вот катать. Здесь поменьше вот такой шарик и побольше. Такие массажеры или гаджеты для красоты вы наверняка уже видели на Амазоне, на Алиэкспресс. И я хотела там тоже, кстати, заказать. Вспомнила такую, знаете, пословицу «Скупой платит дважды», поэтому я решила сразу купить более качественный продукт, натуральный материал. И эта марка называется Озенталь. Если я не ошибаюсь, это немецкая марка. Она не дешевая. Это стоит 25. Мне еще там скидка попалась. Он очень качественный. Вот вы держите в руках и чувствуется каждый элемент выполнения, что это не какая-то дешевка, не какой-то пластик. Этот массажер на полетке тяжелый, увесистый, им приятно вот так возить. Он довольно долгое время остается такой прохладный, отлично охлаждает. Пользуюсь с удовольствием, если не забываю, каждый день наношу увлажняющий крем и вот так массирую несколько минут в все части. Если хочу подольше, то я тогда добавляю масло в крем или просто маслом и тогда уже длительное время массирую. Мне очень нравится вот этот массажер, но я не знаю, какой от него эффект. Я пока пробую, пока вот тестирую дальше, но он поселился в моей косметичке, на моем косметическом столе и останется на долгое время, потому что я не знаю, я чувствую какое-то такое расслабляющее действие, что мне как-то мышцы на лице расслабились. Были такое упругое ощущение кожи, такой тонус что ли, помогает проснуться. Это хорошая инвестиция, мне кажется, и я очень надеюсь, что он мне послужит долго. Дальше у меня будет несколько тоников, потому что они у меня сейчас именно на полке стоят, которые я, кстати, пытаюсь закончить. И первый, который я еще ни разу не показывала, хотя я не услышала уже давно, это Болея. Тоник именно для очень чувствительной, гиперчувствительной кожи. Обычный тоник без запаха, без каких-то финтиклюш, каких-то эффектов. Здесь нет ничего особенного, кроме как воды, глицерина, пантенола. Здесь нет алкоголя, это самый большой плюс вот этого тоника. Я его обожаю, он очень легкий, быстро впитывается, не липкий. Суперсредство, мне оно очень нравится и стоит каких-то 3-4 евро. Я вам доступна марка Болея, очень советую. Марка Микса, которая мне вообще очень новая. У нас в немецких магазинах продается только, по-моему, какой-то уход для тела, для лица как-то я вот не видела. Хотя я тоже слышала, что у них замечательный уход для лица, очень такой деликатный для чувствительной кожи. И этот лосьон, тоник, я приобрела в Хорватии. Здесь опять-таки большой плюс нету алкоголя. И этот тоник считается очищающей и должен немножко приводить кожу в порядок от недостатков кожи, каких-то воспалений. Он у меня очень долго лежал и, может быть, он испортился, я не знаю. Он какой-то стал такой мутный, какая-то непонятная такая консистенция у него. Но сам тоник очень приятный, он мне напоминает упаковку от Горни. И вот эту бомбу алкогольную я использую, да, честно. Вот смотрите, я уже пол банки использовала и покупала когда-то давно. Но этот запах, это какая-то такая ностальгия для меня. Это запах чистоты, борьбы с проблемой кожей, потому что я тоже начала пользоваться этим тоником где-то, не знаю, после школы, в студенческие годы. И я обожаю этот запах. Он такой классный. Кому-то он покажется too much, очень алкогольный. И здесь алкоголь на втором месте, конечно же, это очень такой нещадящий, сушащий, такой жесткий тоник. Я пользуюсь им раз в неделю, не чаще. Потому что он действительно подсушивает кожу, зажаляет такие прыщики. Но этот эффект, как знаете, довольно-таки опасен для моей кожи, которая уже как бы давно не подростковая. И подростковая даже кожа я бы не советовала, потому что вы себе высушите кожу. Вот на каждый день я бы не советовала. Хотя я очень люблю этот тоник, и, как вы видите, я им пользуюсь. У меня будут еще два продукта Абалия. Это сыворотка, которая называется Аква. Увлажняющая сыворотка. Это уже моя вторая или третья баночка. Он стоит 3 евро, если не ошибаюсь. Молодяная вещь. Если вам доступна вот эта линейка, пожалуйста, возьмите и попробуйте. Я проверяла в интернете состав. Здесь нету ничего плохого, никакой бяки. Здесь нету, по-моему, алкоголя даже. Здесь есть гиалурон в составе, правда, невысокого качества. Не стоит ожидать от такого бюджетного продукта. Она увлажняет, понятное дело не сушит. Не липкая. Макияж ложится замечательно. Можно смешивать с каким-то консилером и сделать такой tinted moisturizer, то есть увлажняющий, тонирующий продукт. Я обладаю. Я купила основу, чтобы вам показать. Еще одно средство, которое для меня стало открытием в этом году, это зимой, это болея тоже. И это крем для глаз с мочевиной, то есть урея. И здесь ее 5%. Я тоже в восторге. Я не знаю, я почему-то обладаю от таких вот простых, не замороченных каких-то продуктов. Он немножко тяжеловатый и жирноватый, поэтому использую его на ночь. Наношу таким жирненьким конкретным слоем. Не слишком много, но вот так, чтобы, знаете, такое липкое ощущение оставалось. Меня это не тревожит. Я ложусь спать, и утро у меня кожа немножко такая разглаженная, напитанная, увлажненная. Я наношу тогда другой крем, который я сейчас покажу. И макияж выглядит более-менее. Мне все устраивает в этом креме. Объем здесь 15 мл, расход тоже хороший. Я обожаю этот крем. Он для очень сухой кожи, конечно же. Супер средство. Если у вас бюджет скромный, доступна эта марка, то приглянитесь. Следующий крем, который я хочу показать, это New Clinical от Ava. Пишет, что он от морщин и против гусиных лапок. Я не знаю, что здесь в составе. Наверняка какие-то, может быть, не знаю, силиконы, еще что-то. Потому что у меня такое ощущение, когда я наношу этот крем, он как праймер под глаза, то есть праймер под консилер. Он настолько сглаживает кожу. Скорее всего, это только такой визуальный эффект. Какие-то консилеры ложатся намного лучше, ровнее. Этот крем я не скажу, что он супер такой питательный, увлажняющий. Не знаю, делает ли он что-то с морщинками. Но визуальный эффект есть. Я что-то вижу и пользуюсь им днем, перед макияжем. И вполне довольна. Еще одно средство от Avon. Я иногда боюсь показывать. Хотя у меня не было еще таких каких-то негативных или, не знаю, гневных комментариев насчет Avon. Но я знаю многих, которые считаются противниками этой марки. Вот поэтому у меня такие сомнения сейчас появились. Согласна, что косметика Avon не всегда имеет чудесные составы. Без силиконов, парабенов или там каких-то минеральных масел. Это да, но я не пользуюсь вот этой такой natural эффект, по-моему, линейкой. А вот Anew мне вполне нравится. Здесь состав неплохой. За это время, когда я начала пользоваться этим кремом, у меня не возникло каких-то забитых пор, каких-то проблем. Именно вот этот крем для более такой молодой кожи, до 30-35, я бы сказала. У меня уже была маленькая мини-версия, и мама мне подарила вот этот, потому что я его немножко такой слишком легкий, мне кажется. Он действительно очень легкий, он не напитает кожу. Ох, запах мне не нравится, к сожалению. Почему я пользуюсь этим кремом с удовольствием? Потому что здесь есть SPF 25. Мне нравится этот крем, он очень легкий. Это Lancaster Skin Therapy Perfect. Это такой перфекционирующий, улажняющий, улучшающий состояние кожи крем. Он должен как бы немножко изменить, не знаю, качество кожи, поверхность кожи, во что я не очень верю. Очень такой деликатный, мягкий крем. Что мне интересного, это такое ощущение свежести, покалывания, мяты, я не знаю, ментола, когда вы наносите этот крем. Он дает такой интересный эффект, но он не питательный, он не очень увлажняющий. Я также его наношу иногда на ночь, иногда под макияж, но один раз он у меня очень жестко скатался. Даже не знаю, что о нем сказать, здесь слишком маленький объем, чтобы вот увидеть какой-то визуальный эффект. И я также пользуюсь другими продуктами, которые способны изменить состояние кожи. Поэтому я не могу сказать, что этот крем что-то делает, и полную версию я, наверное, точно не куплю. В борьбе за идеальную кожу, в борьбе с какими-то воспалениями или неровностями кожи, я использую The Ordinary Ази Лаиновую кислоту. И здесь 10%. Пользуюсь я им на ночь, не каждую ночь. Потому что у меня тогда появляются какие-то покраснения, немножко такие мини-раздражения на коже. У меня кожа такая непонятная, что-то ей нравится, что-то не нравится. И вот вроде эффект есть немножко такой визуальный, такая более гладкая, нежная кожа. Но я не вижу, что у меня какое-то состояние кожи изменилось, я не знаю. Я вот пользуюсь, но снова, наверное, не куплю, потому что вот эффекта я какого-то вау не вижу. Еще один такой маленький минус, который лично меня тревожит, не знаю, как вам. Если вы пользовались этим средством, когда я наношу этот крем, я чувствую его у себя во рту. Я не знаю почему, и я стараюсь не наносить его вот здесь, в эту зону. И все равно какая-то такая либо одушка, либо попадает в рот действительно этот продукт. Я не знаю, очень-очень странно, поэтому я вот так его доиспользую, но у меня уже заканчивается. Такое еще не очень интересное, но я решила показать, потому что все-таки я использую эту маску. Это Исана, маска желе с экстрактом киви и зеленого чая. Пишет, что убирает морщины, ухаживает за кожей. Конечно. Приятная маска, она такая легкая, такая полупрозрачная, аппетитная, вкусная. Не делает ничего плохого, не знаю, делает ли она что-нибудь хорошее. Прикольная маска, использую ее. Еще интересненького, что покажу, не буду показывать какие-то гель для душа, лосьоны для тела. У меня все тоже, по-моему. Обязательно заглядывайте на мои пустые баночки, там у меня гель для душа, шампуни и прочее. Хотя я готовлю видео о волосах, и там я покажу бюджетную линейку из масс-маркета. Эта линейка не хуже какого-то салонного ухода, я не знаю, там, керастаз и так далее. Здесь у меня марка Lee Stafford. Я вообще искала осенью какой-нибудь продукт, который поможет мне с выпадением волос. Потому что у меня жуть, что творилось с волосами. Я хотела как бы остановить выпадение волос и стимулировать рост волос. Может это совпадение, но после первого или второго раза использования вот этой сыворотки у меня прекратилось выпадение волос. Я не знаю, что здесь. Эта сыворотка вообще предназначена для роста волос. Она как бы немножко стимулирует, улучшает рост волос. У нее сильный запах. И здесь пишут нанести, по-моему, только вот эти два надавливания вот этой пипетки. У меня не получается, мне нужно 4-5. И пока я массировала, пока я это все распределила по корням, то у меня расход довольно-таки большой. Хотя вот я уже пользуюсь на месяца 2 и нормально. Эффект есть, эффект классный. Насчет роста я вот не знаю, волосы у меня растут в принципе нормально. Но то, что я хотела добиться, восстановить выпадение волос, мне помогла вот эта штучка. Когда появится, не знаю, продуктов 10, новой косметики снова, какие-то маски, кремчики, еще что-то, тогда я сниму снова такое видео. Я вам желаю удачи, спасибо, что вы были со мной и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok